Автомобиль группы разминирования отдела Росгвардии по Рязанской области под названием РАКС едет на дежурный вызов. Поступило сообщение о найденном подозрительном предмете. Машина группы сделана на базе Форд Транзита, только с небольшими изменениями. Внутри чемоданы и сейфы с оборудованием, а также клетка с собакой кинологической службы. Такой автомобиль один во всей Рязани, да и в России его можно считать редким, таких в стране по пальцам пересчитать. И вот остановка. Перед выходом обязательная процедура. Сотрудники надевают обмундирование. Инженеры одеты в бронежилеты и каски, а в руках у них металлоискатели и щупы. Главное сейчас не торопиться. Поиск вдоль дорог, а особенно в местах проведения строительных или дорожных работ, сильно осложняется тем, что прибор реагирует на все металлы. Правда, инженеры-саперы уже знают, на что нужно обращать внимание. Сотрудник поднимает руку вверх. Это обозначает, что он нашел опасный предмет. Вот так выглядит этот взрывоопасный предмет. Это противопехотная мина по МН-4. Первым делом, перед тем, как подойти к ней, сотрудник осматривает щупом территорию вокруг на предмет мин-ловушек. Таковых здесь не оказалось. Тогда инженер-сапер принимает решение об уничтожении предмета накладным зарядом. Сейчас сотрудники прокладывают линию и устанавливают тротиловую шашку. Решение об уничтожении мины не единственное, которое может принять инженер-сапер. Также можно раздеталировать или разминировать взрывоопасный предмет. Или изъять его и уничтожить в другом месте на полигоне. Сотрудник крутит катушку и взрывамины не происходит. Это обычная тренировка, которая проходит практически ежедневно. На самом деле специфика работы разнообразная, включая все виды работ по уничтожению взрывоопасных предметов. Также мы проводим профилактические осмотры. Это связано с проведением различных культурно-массовых мероприятий, праздничные концерты, спортивные массовые мероприятия, футболы. Проводим осмотры территорий. Другая часть тренировки – это работа кинологической службы. Сотрудник вместе с собакой осматривает железнодорожные пути. Здесь по условиям тренировки лежит подозрительный предмет. Когда собака обнаруживает его, она принимает сигнальную позу. Таких пост существует несколько. Собака может сесть, замереть или лечь. Мухтар садится. На этом тренировка кинологической службы заканчивается. Они занимаются только обнаружением подозрительных предметов. Остальное – дело группы разминирования. У нас ежедневные тренировки по обнаружению взрывных устройств. Выезжаем в разные места, несмотря на условные погоды, потому что собака должна работать и в дождь, и в жару, и в холод, и в снег. Это неважно. Нет такого, что если идет дождь, то мы с собакой не занимаемся. Или на улице холодно. С собакой занимаемся мы в любую погоду, в любое время. После обнаружения подозрительного предмета на место выдвигается инженер-сапер в защитном костюме под названием «Доспех». Он весит около 40 килограммов, оборудован системой радиосвязи. Один человек такой костюм надеть не сможет. Сотрудник осматривает подозрительный предмет и забирает его с собой. Он не опасен. Взрывозащитный костюм «Доспехи» состоит из куртки, брюки и шлем. Также в состав костюма входит система охлаждения. Данная система позволяет работать оператору не более 30 минут при температуре до 500 градусов Цельсия. Такие тренировки проходят практически ежедневно. Как говорится, тяжело в учении. Однако в бою ситуация совсем другая. Сотрудники честно признаются, что иногда им бывает страшно. Вот только когда они принимаются за дело, то испуг отступает, уступая место холодному расчету и профессиональным навыкам. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».